Добрый день, с вами опять Авдеев Михаил, сотрудник компании Вольво. Я отвечаю за сочлененные самосвалы и экскаваторы. И сегодня мы поговорим про возможности дисплея. Точнее, это будет первая часть возможностей, потому что сегодня я вам расскажу то, что может делать оператор. И в следующем эфире мы разберем то, что можно увидеть в сервисном режиме, если войти в этот дисплей. Сейчас мы пока ждем, когда к нам присоединятся все желающие послушать. Еще раз напоминаю, что с вами Авдеев Михаил. Менеджер по поддержке продаж сочлененных самосвалов и экскаваторов. И сегодня мы поговорим с вами про функционал дисплея. Я думаю, это будет достаточно интересно, потому что некоторые вещи, даже люди, которые проработали на самосвалах достаточно долгое время, то ли в силу лени, то ли не знаю чего, но не знают просто элементарных вещей. К сожалению, симулятор у меня немножко старый, поэтому я некоторые слайды буду дублировать с помощью презентации. Так, ждем пока к нам присоединятся все желающие. Еще пару минут подождем. Всем привет большой! Так, опять я смотрю, со всех стран к нам уже подсоединяются люди, судя по почте. Еще раз напоминаю тему сегодняшнего эфира. Мы сегодня разберем возможности и функционал дисплея Контроник, который у нас располагается на сочлененном самосвале. Там есть несколько таких, скажем так, важных нюансов, которые надо знать, и которые надо знать просто где они находятся, настройки определенные. Которые помогают оператору улучшить работу на машине, сделать ее более функциональной. Еще раз повторю, у меня симулятор немножко уже старый, поэтому некоторые вещи мне придется дублировать с помощью презентации. К сожалению, она не цветная, а черно-белая, но я надеюсь, будет все равно достаточно понятно и наглядно. Так, ну еще минуту подождем. Уже много народу к нам присоединилось. Так что сейчас еще минута и начнем. Еще раз повторюсь, что в этом эфире я хочу рассказать про тот функционал, который доступен оператору. И в следующем эфире мы разберем, какой функционал доступен в сервисном режиме, для того, чтобы вы понимали вообще возможности этого дисплея. Так, ну, 29 минут. В принципе, я думаю, все, кто хотел, уже к нам присоединились. Поэтому мы потихонечку сейчас начнем. Дисплей-контроник обладает достаточно большими возможностями. То есть, с помощью него можно делать всевозможные настройки. Как по двигателю, так и по электрике, по гидравлике и по блокировкам. Поэтому надо знать, где чего находится, для того, чтобы все это успешно применять. Ну, начнем мы с основных экранов. Еще раз повторюсь, здесь достаточно уже старый вариант симулятора. Поэтому здесь всего два разных варианта экрана. Сразу скажу, что вот эта вот нижняя строка. Здесь она отличается от того, что вы можете увидеть на современных машинах. Сейчас мы посмотрим, что у нас на современных машинах на самом деле вы можете увидеть. В нижней части вы можете увидеть информацию, что пора делать обслуживание ключик. В нижней части дисплея можете увидеть письмо. Это значит, что машина имеет какое-то сообщение для вас. И можете увидеть информацию о том, что включен подогрев свечей. Также, если машина оборудована дополнительной гидравликой, то у вас может появиться вот такой вот значок. Но это в случае только специального какого-то решения. Тот значок, который у нас был на экране симулятора, он сейчас переехал на основной дисплей. Это информация о том, что используется замедлитель, используется торможение двигателем. То есть мы используем ретардер. Вот такие вот отличия на основном экране, который у вас появляется, когда вы запускаете машину. Соответственно, на этом же экране вот эти вот верхние строки, они полностью соответствуют тому, что мы сейчас увидим. То есть мы можем увидеть угол продольного уклона, передачу, которая включена. Здесь такой нюанс есть. Если имеется буква Си, сейчас она очень редко появляется, но тем не менее она может появиться. Для вашего понимания это обозначает конвертер. То есть это говорит о том, что гидротрансформатор работает с пробуксовкой. Он не заблокирован. То есть в режиме конвертера у вас идут потери в гидротрансформаторе. Этот режим можно очень часто увидеть на А60, поскольку там стоит коробка Allison. И она постоянно переключается без блокировки трансформатора. На наших машинах переключение происходит, как правило, с блокировкой. То есть вы эту букву практически не будете видеть. То есть она будет очень актуальна для А60. Ну и температура окружающей среды здесь у нас видна. На изображении машины вы можете увидеть желтые точки. Это говорит о том, что включена блокировка дифференциала. Если будет желтая точка между средним и задним мостом, то это не дифференциал, это подключение муфты полного привода. То есть будет подключен, значит, задний мост. Можно в основном экране перейти на другой экран. Вы увидите там расход топлива. И на наших современных уже машинах вы увидите здесь сколько груза в кузове. То есть информацию о загрузке. Соответственно, здесь вот в данном симуляторе, еще раз повторюсь, он уже достаточно старый, нету остальных экранов. Мы сейчас посмотрим, что они из себя представляют. Во-первых, у вас может выводиться информация о том, что вы включили замедлитель на уклонах. То есть это контроль скорости на уклоне. Я рассказывал про это, это кнопка с правой стороны от оператора. И если у вас включен круиз-контроль, тоже будет выводиться информация о том, какая скорость выбрана. И будет вот такой вот значок на экране. Также, если стрелками переключить... А, сейчас, это у нас информация по перегреву масла в тормозах. Значит, если у вас масло достигло температуры 105 градусов, то у вас выскочит вот такой вот экранчик. Так, покажу указкой, чтобы было лучше видно. Вот такая вот информация у вас выскочит на дисплее. То есть это будет говорить о том, что у вас температура превысила 105 градусов. Если у вас температура превысит 120 градусов, у вас появится желтый значок. То есть, внимание, уже близко к критической температуре. И, соответственно, если 130 градусов будет температура рабочих тормозов, то у вас охлаждение тормозов, то у вас выскочит красный треугольник. И будет предупреждение, что вам необходимо остановить машину. Если мы будем переключать стрелками дальше экран, то есть, еще раз повторюсь, вот у нас есть стрелки вниз-вверх, и на основном экране, если мы будем на современной машине переключать стрелкой вниз-дальше, то мы перейдем вот к таким вот экранчикам. Если у нас машина, конечно, оборудована взвешивающей системой. То есть, у вас будет информация, сначала будет экран с информацией о расходе литров на перевезенную тонну. Каждый вот такой вот столбик, это цикл, который машина выполнила. И если вы перейдете дальше, то есть, вот эти вот столбики, это циклы. И если вы перейдете дальше, у вас по циклам будет информация по расходу топлива на каждый цикл. Вот такие вот у вас будут дополнительные экраны на основном экране. То есть, тот, который появляется сразу же, как только вы запустили двигатель. Вы также можете заходить в экраны, которые отвечают за различные элементы машины. Зайдем в двигатель. Здесь мы можем посмотреть. Вот у нас появляется, если мы нажали на кнопку с изображением двигателя, у нас появляется такой экранчик, где у нас идет температура охлаждающей жидкости, уровень охлаждающей жидкости. Если мы пойдем стрелками вниз дальше щелкать, температура масла и давление масла. И дальше у нас идет забитость воздушного фильтра. То есть, информация забит, он не забит. Если в норме, то будет написано в норме. И, соответственно, дальше у вас идет информация, какие обороты двигателя. И на русском языке очень интересный перевод. Рабочая скорость, который некоторых людей ставит в тупик. На самом деле, если машина оборудована кнопкой повышенных холостых оборотов, вот в этом разделе эти обороты как раз и выставляются. То есть, вы можете повышать обороты, если мне память не изменяет, до 1100 оборотов в минуту. И если кнопка будет включена, то вместо холостых оборотов вы будете иметь те обороты, которые вы выбрали в этом разделе. Соответственно, для чего это нужно? Это нужно для зимнего времени. Если очень холодно и вы не хотите, чтобы двигатель остывал, то вы можете выбрать повышенные обороты холостого хода. Еще раз повторюсь, мало их выбрать вот в этом вот разделе, их еще надо выбрать кнопкой, которая находится на правой консоли, справа от оператора. Это то, что касается двигателя. Теперь перейдем к коробке. В коробке у нас идет информация о температуре масла, о давлении масла. Ну, естественно, это уже связано все с коробкой передач. О состоянии масляного фильтра. И вот в этом симуляторе все. На самом деле не все. Там теперь на современных машинах появилась еще одна возможность. Мы можем в разделе коробка выбрать блокировку дифференциала при старте машины, при начале движения. Войдя вот в это меню, вы имеете варианты, что блокировки будут выключены, будет включена блокировка при начале движения вперед, или будет включена блокировка при начале движения и вперед, и назад. То есть вот такие вот варианты можно выбрать в разделе трансмиссия. В придачу к тому, что мы видим здесь, на симуляторе. Дальше у нас идет раздел гидравлика. Ну, гидроцилиндр изображен. Все очень просто и доступно. Здесь опять у нас идет температура масла, уровень масла. Стрелками вниз перемещаемся. Здесь у нас вот идет настройка. Максимальная высота разгрузки. Соответственно, если мы выбираем вот эту настройку, то мы можем поднять кузов до той высоты, на которую мы хотим, чтобы он не превышал ее, и зафиксировать это, подтвердив, что да, вот это будет максимальная высота. Вы увидите информацию, на сколько процентов он будет у вас подниматься. И, соответственно, если вы выбрали максимальную высоту, у вас на основном экране будет вот этот вот значок с такой информацией. Здесь еще одна настройка. Это жесткий останов кузова. Значит, если у нас идет налипание материала, то, в принципе, можно использовать более жесткую остановку кузова. Для этого надо выбрать, включить жесткий останов кузова. Такие вот настройки у вас есть в разделе гидравлика. А теперь то, что касается мостов. Здесь у нас немного информации, на самом деле. Здесь температура охлаждающей жидкости тормозов и уровень этой жидкости. То есть, все показано вот такими вот диаграммами. То есть, здесь конкретных цифр нет. Так, следующий раздел у нас электрика. Заходим в электрику. Здесь вот в этом симуляторе только напряжение показывается. Но у нас есть еще одна настройка сейчас в этом разделе. Сейчас мы ее посмотрим. Мы можем в этом же разделе электросистема настраивать включение заднего рабочего освещения. То есть, если у вас установлены дополнительные фары, которые освещают заднюю часть за машиной, заходите в эти настройки. И у вас есть две настройки в этом разделе. То есть, если вы поставите галочку на первой строке, то при движении задним ходом у вас автоматически будут включаться фары. Если вы поставите галочку во второй строке, то при включении погруза разгрузочного тормоза у вас фары будут выключаться. Для чего нужно... Ну, понятно, что когда вы начинаете двигаться назад, здесь важно как раз иметь освещение, чтобы оператор видел, что он находится позади машины. Это обязательная, скажем так, вещь. И если оператор стоит задом к экскаватору или погрузчику, то чтобы не слепить... Ну, это больше относится все-таки к экскаватору, потому что погрузчик боковую загрузку делает. То есть, если у нас экскаватор находится позади машины, то чтобы не слепить оператора, надо поставить здесь тоже галочку. И тогда при включении погруза разгрузочного тормоза, что делается перед началом погрузки или разгрузки, у вас будет выключаться автоматически освещение назад. Следующий раздел – это информация по машине. Ну, здесь, в принципе, осталось все по-прежнему, только вот эти вот четыре строки. То есть, не будет вот этой HV, SV. То есть, у вас будет дата, время, общая дистанция пройденная и часы наработки. Это то, что у вас будет в вот этом вот разделе. Дальше у нас идет информация. То есть, если вы на дисплее, на основном дисплее, видите, вот такой вот конвертик внизу, в нижней части, вот здесь вот, сейчас покажу указкой, вот здесь вот, то это значит, что машина что-то хочет вам сообщить. Заходите в раздел, где нарисован конверт, нажимаете на эту кнопку и видите тут сообщение, что она хочет вам сказать. Что, ну, вот здесь пример. Низкое давление в тормозах и сниженный функционал передач. Переключение передач. То есть, в таких ситуациях, естественно, необходимо обратиться в сервисную поддержку. Следующее, это у нас обслуживание, где у нас ключ нарисован. Кнопка номер восемь. Соответственно, здесь вот у нас сильно расходится с тем, что у вас на современных машинах имеется в наличии. Следующее обслуживание, да, все осталось. То есть, вы можете посмотреть, сколько часов осталось до следующего обслуживания. А вот в разделе тесты очень сильные изменения. То есть, сейчас в разделе тесты у вас есть, ну, проверки, точнее, на русский язык переведено как проверки на дисплее. У вас есть проверка тормозов. И сейчас мы немножко поговорим про эту проверку тормозов, потому что, я думаю, тоже это важный момент. И чтобы проверить тормоза, надо обязательно выполнить несколько, скажем так, обязательных вещей. То есть, во-первых, надо прогреть двигатель. Температура двигателя обязательно должна быть выше 20 градусов. Надо прогреть коробку передач. Температура коробки передач должна быть обязательно выше 30 градусов. то есть у вас когда вы войдете в вот эти вот в тест в этот у вас будет вот такая вот вот такой вот окно с подсказками и соответственно здесь у вас пиктограмма двигателя идет что больше 20 процентов и будет актуальная температура в этом же окошке показано пиктограмма коробки то что у вас сейчас в ней 44 градуса на данном примере машина должна стоять на ровной поверхности угол продольного угла не должен превышать 5 процентов и у вас также будет отображаться на экране вот эта вот информация не должны быть использованы никакие тормоза то есть все тормоза должны быть отключены парковочный выключен то есть именно для этого и машина и должна стоять на ровной площадке чтобы она никуда не начала двигаться потому что коробка должна находиться в нейтральном положении значит все тормоза выключены на педаль тормоза не нажимаете парковочный тормоз отключен коробка передач в нейтрале это вот начальные такие требования и прогретый двигатель прогретая коробка дальше оператору дается указание оператор получает в общем то все указания на дисплее поэтому выполнять там все достаточно просто оператор дается указание перевести как переключатель передач в положение драйв не нажимая на педаль газа после переключения в положение драйв оператор нажимает на педаль газа до упора при этом машина может немного двинуться вперед но не сильно то есть если с тормозами все в порядке у вас машина практически остается на том же самом месте до перемещения педали газа в крайнее положение соответственно если это происходит то у вас тормоза в порядке и соответственно вы получаете информацию что тест тормоза пройден соответственно такие вот проверки можно выполнить в разделе сервис дальше у нас идет раздел настройки сетап здесь тоже один важный момент про который я хочу на который я хочу обратить внимание ну естественно здесь у вас тоже там вы выставляете дату время язык единицы измерения американские европейские метрические соответственно идут идет выбор подсветки дисплея и формат даты и вот здесь у нас есть очень важный момент вот в этом разделе идет настройка подогрева кузова причем настройка идет здесь уже не совсем правильно написано настройка идет с фразой что кузов не будет подогреваться и первый у вас идет вариант всегда то есть если вы его выбираете то у вас кузов не будет подогреваться немножко такой тоже странный момент то что кузов переведен как корпус то есть здесь у нас вот в этом разделе идет речь о подогреве корпуса следующий момент здесь у вас будет что подогрев кузова будет отключаться при движении назад и я настоятельно рекомендую включать эту настройку потому что зимнее время влажное время у вас будет очень сильно парить выхлоп и соответственно назад обзор будет очень плохой то есть надо будет поставить если у вас зимнее время если вы выбираете подогрев кузова то есть не ставите галочку на первом предложенном варианте у вас остается еще два варианта это включать подогрев кузова при движении назад и выключать подогрев кузова при погрузке и разгрузке то есть когда включен погруза разгрузочный тормоз вот эти вот два момента я вам советую выбирать в зимнее время то есть ставить галочки напротив вот этих вот вариантов и соответственно в летнее время вот первый вариант который у вас будет что подогрев кузов не будет подогрева кузова у вас включается на летнее время на нем ставится галочка следующее и заключительное то что мы сейчас разберем это информация по циклам значит оператор может в любой момент времени если он обнулил счетчик перед началом работы то есть нажал reset то он во время смены будет видеть сколько времени он отработал какую общую дистанцию прошел и сколько циклов он сделал то есть циклами подразумевая под циклами подразумевается загрузка машины разгрузка и возвращение обратно под погрузку этот цикл соответственно сколько он циклов сделал сколько у него был средний расход топлива общий расход топлива и здесь будет также информация если машина оборудована взвешивающей системой то здесь же будет информация о перевезенных тоннах вот мы с вами разобрали основные функции мы заканчиваем на этом наш эфир спасибо всем кто слушал меня спасибо всем присоединившимся здоровья вам не болейте и присоединяйтесь в следующий раз спасибо всем счастливо